Привет-привет! Сегодня хочу вам рассказать об ароматах компании Ava, которые есть у меня в коллекции. Итак, начнем. Первый аромат это аромат Альфа. Я его приобрела в 30 миллилитрах и просто сошла с ума от его красоты. Наверное, в первые сутки я вот половину из этого израсходовала, из того, что вот сейчас у меня нет. И вот половина ушла, наверное, в первые сутки. Я наносила его на себя просто каждые 5 минут. Я с ума сходила по этому аромату и с ума свела мужа, естественно. И теперь я купила полную версию. Безумно красивый аромат. Здесь малина. Что еще? Что еще? Может быть, даже роза. И здесь база такая. Многие говорят, что очень похож в базе на мужской такой парфюмчик. Ну, конечно, это аромат женский, очень сексуальный, красивый, слегка сладковатый, очень стойкий, шлейфовый и, видимо, из-за этой вот нотки, мужской, так сказать, он очень интересный. Следующие парфюмчики это персивы. У меня есть персив дью, персив соул. Очень похожие друг на друга, как по мне, ароматы очень такие водные, свежие, цветочные, слегка-слегка. Здесь прям нотка дыни. Вот именно этой ноткой для меня лично не отличаются. А в общем, оба они такие очень свежие и водные. Есть классический персив у меня, но только он у меня вот в такой масляной мини-версии. Вот я все думаю, нужен он мне или не нужен в полном размере. Но, скорее всего, не нужен. Мне этого хватит. Так, следующее. Это Avon Life от Kenzo Takada. Я обожаю этот аромат, поэтому я, конечно же, запаслась дубликом. Вот. Аромат божественный. Его, кстати, путают с мужским парфюмом, когда мы с мужем идем гулять. Нам, друзья, говорят, слушайте, ну вот мы не поймем, от кого из вас так пахнет, но пахнет круто. Ну, во-первых, стойкость, шлейф. Ну, еще и я, знаете, если я нанесла, то я как нанесла, ну, чтобы все знали, что я надушилась. Прекрасный аромат. Чем он, почему схож именно с мужским каким-то парфюмом? Потому что здесь великолепная фиалочка. Она слегка припудренная, холодная, отстраненная. Такая очень-очень-очень крутая. И от Тинзо у меня еще есть Life Color. Здесь он больше такой цветочный. Здесь магнолия. Он свежий, такой терпкий. Очень тоже красивый парфюм. На мне он держится недолго почему-то, хотя именно на блотере три дня. Вот это как минимум. Прекрасный. Attraction. Это просто чудесный аромат. Он очень элегантный. Очень такой красивый он. Явленно. Вот мне все время слышалось ваниль. И знаете, да, на расширенной пирамидке, на фрагрантике я прочитала. Ваниль где-то, да, все-таки в отголосках она есть. Она мне не мешает. Она немножечко даже украшает. А вообще здесь заявлены ежевика. И вот она вот, и вроде бы как бы он не фруктовый, да, и не ягодный. Но вот что-то есть. И он такой целостный. Очень красивый. Очень слегка сладкий. Очень стойкий. Потрясающий парфюм. Есть у меня Traction Rush только вот в такой вот миниатюрочке. В пальчике 10 мл. Но это просто сладость сладостная. Это просто какая-то карамель. Это пролине. Бомба. Я этим парфюмом пользовалась этой зимой. Еще у меня есть три шарика. Таких вот красивых. Здесь Incandescent Glow. Здесь моя любимая магнолия. Но только вот хоровод, который цветы вокруг этой магнолии ведут, он не очень удался. Конечно же, это больше такой свежепорошковый аромат с отголосками магнолии. Но в принципе он и стойкий. Ну, обычный свежий парфюм. Incandescent Lotus. Много на него прям я возлагала своих надежд. Потому что все-таки я думала, что он действительно похож на Chanel Chance O'Tender. Для меня нет. Он не похож. Тем более он не стойкий. На мне он держится только лишь час. Айва, которая присутствует в Chanel. Ну, здесь есть Айва. Но она совсем не такая, как в Chanel Chance. И она держится минут 5-7. А потом она исчезает. И совершенно другой парфюм. Incandescent Flame. Этот аромат снятый. Ну, по-моему, он как-то недавно еще мелькал. Очень красивый. Такой чуть даже специевый может. Ну, такой огненный аромат. Понравился моему мужу. Очень классный. Я им, конечно же, не пользуюсь. Потому что снятый. Дальше. У нас пойдет Avon Free. Знаете, вот он для меня не сладкий. Он насыщенный, ягодный и припудренный. Очень классный парфюмчик. Летом, конечно, ну, это зашквал. Но вот весна, осень. Да. Супер. Ой, моя люминаточка. Меня вот каждый раз хвалят, когда я в этом аромате. Поэтому я прям что-то к нему аж прониклась. Знаете, здесь пиончик и малинка. Ну, слышу, я, конечно же, практически один пион. Просто вот эта малинка на отголосках, на таких, она очень делает аромат пионисто вкусненьким. У меня еще есть 10 миллилитров. Avon Viva La Vita. Свежий, очень интересный парфюм. Яблочко зеленое. Какие-то там цитрусы. Может быть, даже бергамотик. Очень хороший парфюм. Avon Sport Vitality. Я вам уже как-то рассказывала, что купила его за 200 рублей на распродаже. О, боже! Он так понравился моему мужу. На коже, когда осталась вот от него именно база, он все спрашивал, ну, что же за прекрасный парфюм. 200 рублей, между прочим. Ой, ну, давайте к платьям подберемся. Это розовое платье. Это самое первое платье, которое я купила. Прекрасный парфюм. Купила я его зимой. Он шикарно звучит именно зимой. И зимой я его использую. Но сейчас, так как он уже не выпускается, использую я его максимум один раз за зиму. Классный. Свеженький. Такой терпкий. Потрясающий. Little Lace Dress. Сладкий. Это кружевное платье. Сладкий. Такой восточный. Вечерний такой. Томный. Красивый аромат. Little Red Dress. Здесь, по-моему, заявлена роза, малина и сандал. Ну, да. Наверное. Розу и малину я слышу. Очень шлейфовый, стойкий. Ну, конечно, не для молодой девушки. Так, постарше уже. Но он классный. Little Black Dress. Can't Fresh. Это практически то же самое, что обычное классическое черное платье. Только с такими зелеными оттенками. И муж мой, кстати, говорит, аромат пропал. Ну, видимо, он знает, как звучит черное платье классическое. И сравнивая их, ему этот аромат не нравится. Он считает, что черное платье просто пропал аромат. Так, следующее. Череш. Череш – моя любовь. Вейване – это, наверное, практически мое парфюмерное я. Череш. Такая вот у меня есть миниатюрка. Есть еще в упаковочке миниатюрка. Это… Ну, и таких я, наверное, извела, знаете, вот флакон на три уже точно. Где-то раз в полгода вот у меня тридцаточка улетает. Почему я люблю в таких именно в тридцаточках покупать череш? Потому что я люблю носить его с собой в сумочке. Этим ароматом я могу пользоваться как летом, так и зимой. Утром и вечером, и в обычной жизни, и на торжество. Здесь я чувствую слегка такую перченость, можно сказать, розовый перчик. А розовый перец я просто обожаю в парфюмерии. А по поводу Череш – The Moment для меня это… Ну, он сладкий, но не приторно сладкий. И это аромат такой конфетки. Так, дальше. Тризель. Это раньше, когда-то давно его выпускали, потом его сняли, и все прям так жалели, что его сняли. И просили у Эйвана, чтобы его вернули. Эйван его вернул, и, конечно же, я его себе тоже приобрела. Это цветочный парфюм. Он холодный, он красивый, он такой статный. Я бы еще себе, кстати, его повторила. Но дело в том, что я этот не знаю, куда носить. Летом мне он не заходит, потому что он вроде бы и свежий, и цветочный, но он не такой уж и легкий. Он может меня летом, лично меня, даже поддушить. А вот зимой, не знаю, не пробовала, если честно, как-то даже рука не тянулась у меня к нему. А вот весной, ну, не знаю, вот больше в осень мне он идет, но осенью чаще всего хочется все-таки сладости. Поэтому я его практически не ношу, а вообще аромат потрясный. Еще одна снятость – это Outspoken Party by Fergie. Очень-очень вкусный, такой ягодный. Знаете, как будто даже какой-то пралине там есть или что-то вот такое тягучее, сладкое, но не чересчур сладкое при всем при этом. Очень суперский парфюм. Мало им пользуюсь, потому что, опять-таки, больше нет. Что еще? Очень я люблю совершенно дешевейший парфюм. Это Summer White Sunset. Это такой солнечный, яркий, искрящийся аромат. Опять же, здесь я слышу перчик. Этим мне он и нравится. Конечно, на каждый день его не поносишь, потому что он чересчур яркий. Но он стойкий. Часа четыре на мне он держится точно. Цена его в районе 300 рублей. Дальше у нас парфюмчик Pur Blanco Charm. Это цветочный, холодный, нормальный, хороший аромат. Кстати, даже получала с ним комплименты. Вот что не могу сказать о Avon Surreal Island. Недавно его приобрела. Вообще прям фу-фу-фу лично для меня. Кому нравится, не обижайтесь. Для меня это аромат каких-то 90-х. Да, он и вроде бы сладенький, и кисленький. Вот эти вот там все-таки ягодки есть. Но он прям и стойкость плохая. Ну, потому что туалетная вода, и вообще он не айс. Miss Mirai Black. Все думала, нужен он мне в большой, в большом флаконе или нет. Решила взять десяточку, и все-таки мне не нужен он в большом флаконе. Мне этих 10 мл хватит за глаза. Он чуть сладковатый. Здесь в нем очень интересная такая табачная нотка. Очень классный парфюм. Хотя, может, знаете, я его купила от силы месяц назад. Может быть, сношу и куплю себе еще полную версию. Кто знает. Так. Premier Lux. Классическая версия. Здесь моя любимая Magnolia. Это аромат цветочный. Терпковатый. Очень такой классический. Женственный. Очень красивый. И очень торжественный. Я его тоже иногда ношу. Prima. Ой, ну с Prima я вообще просто прикол. Купила я 30 мл. Открыла. Нанесла на себя. Думаю, мама дорогая, это просто, я не знаю. Я чуть в кому не впала. Я его отдала. Вот тут же подарила. И, значит, нанесла я его на пуховик. И через, я не знаю, неделю, две мы с мужем решили пойти в кино. И я одела этот пуховик. Я сижу в кинотеатре. Я, ну, одежду не сдавала. И сижу, я понимаю, что, что же так вкусно пахнет. Кстати, говорят, что этот аромат, он шипровый. И он фруктово-шипровый. И да, эти фруктики красивые. И очень, ну, бомба. Просто бомбовский парфюм. И я думаю, мамочки, ну надо же. А я же его уже все подарила. А его сняли. И вот уже в распродажах. И, кстати, его сняли года два назад. И вот каким-то чудом появилась вот эта миниатюрка в распродаже. Я просто спешила купить. Но не решила купить сразу, знаете, там, три или пять таких десяти миллилитровых. Потому что, думаю, ну, мало ли. Вот сейчас нанесу, опять офигею и отдам. Но нет, мне он понравился уже сейчас. Но второй раз не было возможности его уже приобъести. Так, линейка-то-да. Тугезер. Не знаю, как я вообще раньше даже не думала его понюхать. Прекрасный, восточный, специевый, перченый, красивый. Но не могу сказать, что прям сладкий. Отличный аромат. Так. Дейдрим. Цветочный. Ну, холодный, но он насыщенный. Через чур такой цветочный-цветочный. Тоже снятый. Ну, я довольна, что он у меня есть. In Love. Опять-таки цветочный, но здесь очень яркая такая нотка водная. И вот и цветы, и водные, знаете, вот совместили несовместимые. Очень интересный аромат. Если одну капелюшечку. Если переборщить, он начинает открываться на вас прям горечью. Он вас задушит просто. О! Мой любимый Together. Обожаю этот аромат. Ну, вообще, вот мой аромат. Я им пользовалась-пользовалась. Любви к нему у меня не было никакой. Но как только его сняли, я поняла, что все. А жид-то как я буду без него? И я его, значит, погладила и поставила. Пользоваться не буду. Нашла на Авито еще один вот в коробочке ароматик. Конечно же, мы с мужем поехали. Вот черти куда. Купили этот аромат. А я сама себе обещала, что если я найду такой же аромат, то тогда я буду пользоваться этим. Ну и что вы думаете? Купили мы новый такой же аромат. Этим я попользовалась два раза. Это максимум. И все. И мне снова жалко. И теперь вот я думаю, что мне надо еще одну вот при запасе купить. Тогда буду этим пользоваться. Но не факт. Опять снятость. Это Always зелененький. Здесь заявлено киви. Что еще? Желтый тюльпан и карамболь. Суперский просто аромат. Особенно зимой я его обожаю. Ну и, конечно же, у меня есть запас. Так, следующий аромат. In... А, не In Love. Amour. Amour. Некоторые говорят, что это аромат для невесты. Ну, может быть. Но для меня слишком он сладкий. Для некоторых он свежий. Для меня нет. Он прям сладкий. Но он мягкий, нежный, не кричащий сладкий. Очень уютный. Очень вообще шикарный парфюм. Шикарный. Селебрейт. Это новинка от этой линейки. Я здесь слышу цветущую акацию, я уже говорила. Хотя заявлено тубероза. То есть он такой белоцветочный. Такой прям, ух, красивый. Взамен зеленого. Always. Пришел розовый Always к нам в каталоге. Для меня это аромат губной помады. Для меня это аромат красоты. Заявлено здесь роза, по-моему, майская. Очень нежный, мягкий, красивый. Вообще суперский парфюм. Помадный. Итак, у меня еще есть лак Limitless. Классический лак я не люблю. Но я так хотела вот этот вот бантик. Шикарный. Вот. Но он для меня тоже все-таки сладкий. Лично для меня. Хотя многие считают его прям чуть ли не свеженьким. Нет. Для меня он прям приторно-сладкий. Хочу купить розовенький лак Лави с клубникомары и кедр в базе. Ну, мне кажется, очень такие нотки. Интересно будут звучать. Ну, посмотрим. Инстинкт. Купила его уже, когда практически выводили с каталога. Купила летом, в жару, в зной. Его просто открыла, на себя нанесла. И вообще я одурела. Одурела. Думаю, господи, его не смыть. Ну, меня аж тошнило, если честно, от него. Но где-то в сентябре, когда вот зной этот пропал, он так красиво раскрылся. Знаете, для меня это очень прям сексуальный такой парфюм. Но полную версию я не успела купить, увы. Кто не успел, тот, знаете ли, опоздал. Надо было раньше чухаться. Ив Элегантс. Ну, это как бы продолжение или, как сказать, переизданный фэм. Фэм классические у меня вот есть. И вот еще почти закончила. Это фэм. Здесь, по-моему, тоже есть магнолия. Это цветочный. Слегка сладковатый. Ну, даже, можно сказать, на грани. Вот. Можно сказать, и не сладкий. Очень комплементарный парфюм. Мне постоянно спрашивают, а что за цветы там? Ну, как бы слышно, что цветы. Ну, не понимают люди. Это магнолия. Очень красивый аромат. Фэмик у меня еще есть. Айкон. Купила 10 мл на пробу. Носила. Вообще шикарный. На свитере, на вязаном, на шерстяном. Так классно раскрывался. А потом я посмотрела обзор, и одна девушка сказала, что, в общем, он пахнет болотом. И, знаете, правда, в верхах он пахнет этим болотом. И что-то я его раз и отложила. А потом его раз и сняли. А потом я думаю, ну, классный же парфюм. Ну, мне же нравился. И я его начала опять носить. И думаю, господи, ну, классный же парфюм. Ну, кого-то слушала. Надо было полную версию брать. Фэм эксклюзив еще есть у меня. Это сиреневенький Фэм. Тоже снятость. Здесь груша и ваниль. Ваниль не люблю. Но здесь она такая мягкая, еле слышимая. И она дополняет очень груши. Очень красивый парфюм. Получился и тоже досиделось. Знаете, когда его сняли, остались только вот такие вот миниатюрки. И я вот взяла три штучки у меня. Потом у меня есть Эйван Фаруэй. Да, здесь есть ваниль. Да, я ненавижу ваниль. Но это совершенно другая ваниль. Это не сладкая ваниль. И этот парфюм я люблю носить, когда, знаете, вот... Вот я его зимой, это зимой носила. Это просто была моя любовь. Но любила я на следующий день. Вот, допустим, я пальто пообрызгала. И вот только на следующий день, когда база открывается, и это сухая ваниль такая стричковая, очень крутая. Хотя раньше думала, ну, бабкин парфюм. Реально. Так, пропустила я платье, да? Такая у меня запечатана. Little Sequin Dress. Это, ну, в пайетках платьица. И вот такая вот еще у меня есть. Как только я его попробовала, подумала, все. Шикарный, красивый. Это была зима. Он и сладкий, и кислый. Я люблю ароматы с кислинкой. Не люблю слишком сладкие. И вот эта вот кислинка, она дает такую, ну, несочность. Ну, не знаю. Ну, мне нравится вот с кислинкой ароматы. Я подумала, все, вау. Ну, у него стойкость маленькая очень. И поэтому как-то я подостыла к нему. Ну, а вот два флакона-то остались. Еще было 10 миллилитров, я их подарила. Что еще? Far Away Rebel. Такой очень сладкий. Там заявлена соленая карамель. И действительно, очень интересно. Вот эта соленая карамель просто изюминка такая. Класснючий. Ну, и стойкий, как все вообще Far Away. Так, Rare Platinum у меня есть. Это Гардения. Это белоцветочный, но такой, ну, как Гардения. Это же такой хищный аромат, такой яркий, насыщенный. Гардения такая мясистая, такая аж прям кричащая, не знаю, маслянистая. Очень классный парфюм. В позапрошлом году я его носила, обожала зимой. Вот у меня его вот столечка нету, но носила я его очень часто. И когда его снимали, я, конечно же, купила себе дубль. Вот, пока все из моей коллекции. Новинок больше нет никаких у меня. Это все, что есть. Ну, все. Спасибо вам за просмотр, за лайк. Пока-пока!